Здравствуйте! В эфире программа «Мастер-класс с улыбкой». В нашем распоряжении полчаса вашего времени, и мы обязательно проведем их с пользой. Так что усаживайтесь поудобнее и смотрите нас внимательно. Мы начинаем. Я рада вам представить своего гостя Александра Садыкова, лидера группы «Вайлтрафик». Саша, здравствуй! Добрый день! Я сегодня решила отступить от привычных правил и решила подготовиться к приходу гостя, к приходу тебя. Я заранее приготовила блины. Добрый день! 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 к блинам? Я очень люблю блины. Ем их достаточно регулярно. Ты обычно ешь блины в период масленицы или вообще их ешь? Я их ем вообще. И ем с разными начинками абсолютно. Вот больше всего люблю с красной пылью. Кстати, а что ты знаешь о масленице? О масленице? Масленица – это очень хороший праздник, когда заканчивается зима, наступает весна. Весна – это всегда прекрасно. Весна – это любовь, это просвет, весело, здорово. У меня сегодня разные начинки. Блины плюс сметана. Кто-то, может быть, любит с творогом, красная икра, селедка и джем, ну или варенье. Ты чем любишь блины? Я люблю с красной икрой. Знаешь что, давай мы все это попробуем. Ну не зря же я готовила, да? Что у меня получилось? Так. Давай наполнять тарелки. Кстати, я вот точно не знаю, как правильно едят блины. Руками, нож с вилкой. Я думаю, что по-русски мы обычно едят с руками. Наверное, руками все-таки, да? Вот что интеллектничать? Так, ты предпочитаешь красную икру, а я все-таки, наверное, сметану. Посмотрим, что у меня получилось. Я первый раз готовила блины не на своей кухне, не на своей домашней кухне. И поэтому, честно, я переживаю. Так, вилки прочь. Мы едим руками. Интересно, что ты сейчас скажешь. Ну-ка. Потрясающе. Вкусно? Кстати, а ты готовишь блины вот для своих друзей? Ну, если получается, что кто-то приходит в Масленицу или нет? Нет, я люблю есть. Я люблю ходить в гости, друзьям с вами и пробовать блины с различными начинками, различные рецепты. Понятно. Давай теперь поговорим о твоем творчестве, ну и параллельно будем есть. Скажи мне, пожалуйста, в каком направлении играет твоя группа? Я играю в направлении блюз, рок-н-ролл, но основное, конечно, блюз. Любовь и предпочтение да, именно этому стилю. Кстати, а вообще, что такое блюз для незнающих? И где он возник? Блюз – это очень интересное направление. Вообще, самое распространенное мнение – блюз – это когда хорошему человеку плохо. Вот он играет блюз. Ну, я с этим не совсем согласен, потому что я считаю, что хороший человек может играть в хорошем настроении блюз. Вот. А вообще, блюз возник где-то в девятнадцатом веке, в конце девятнадцатого века, и наибольшее распространение получил уже в пятидесятых годах двадцатого века. Вот. Блюз возник в Соединенных Штатах Америки. Истоки блюза – это негритянская музыка, госпел. Вот. Когда рабочие на плантациях трудились целый день до позднего вечера, и потом бригадир брал гитару в руки и начинал петь блюз. Вот оттуда все пошло. То есть это своего рода релаксация или своего рода отдых, наверное, да? Да. Блюз – это не только музыка. Блюз – это еще состояние души, наверное. Блюз вообще, вот если с музыкальной точки зрения, достаточно, ну, простая музыка, и в то же время не каждый далеко музыкант может играть блюз. То есть это наш профессиональный. Какие инструменты используются для того, чтобы играть блюз? Основное, конечно, это традиционные инструменты гитары и губная гармошка. То есть любой уважающий себя блюзмен должен уметь играть на губной гармошке в том числе. А ты умеешь? Основного инструмента, да, я играю. Но ты играешь в основном на гитаре, правильно? Да, гитара – это мой основной инструмент. У нас есть человек в команде, которому, в общем-то, лучше получается играть много-много гармошки. Вот. Он себя чувствует в этом, по стаси. Ты помнишь свое первое выступление? Каким оно было? Да, я помню свое первое выступление. Я начинал играть именно блюз еще не в рамках своей команды. Я играл. Есть такое мероприятие, как Jam Session, когда собираются музыканты совершенно из разных команд и, в общем-то, импровизируют на какую-то тему. Вот так я попал в блюз. То есть я сначала работал с другими музыкантами, а потом я собрал свою команду и, в общем-то, начал уже играть полноценно в свой репертуар. Вот на сегодняшний день сколько человек в команде? Сейчас со мной играет еще трое, то есть всего команда четыре человека. В вашем репертуаре сколько сейчас песен, композиций? Репертуар постоянно ширяется. Дело в том, что мы преимущественно играем кавер-версии, то есть это версии известных каких-то хитов, блюзовых, рок-н-роллиных. Дело в том, что кавер-версии – это очень интересная тема для того, чтобы показать себя. То есть вот вещь уже достаточно известная в чем-то исполнении, и в то же время, чтобы преподнести публике с новой основой, ты как бы должен самовыражаться в этом. То есть фактически должен сделать какие-то новые аранжировки или просто по-другому исполнить вещи, чтобы публике было это интересно. Вот как проходит репетиция и как проходит выступление? Я слышала, что блюз – это прежде всего импровизация. Вот одно дело на репетиции что-то выучить, а второе дело – сыграть на концерте. Вот бывает так, что начинаешь импровизировать, а те ребята, которые с тобой в команде играют, они тебя немножко не понимают. Так бывает или нет? Или все слаженно проходит? Ну, как я уже сказал, блюз – это состояние души, и прежде всего музыканты, конечно, должны понимать друг друга. И совершенно верно, Рита, заметила, что блюз – это импровизация, и как бы на сцене это больше всего выражается, чем на репетициях, в частности. И вообще есть такое мнение, что блюз – это умение рассказывать-рассказывать. То есть идея какая? Что каждый музыкант дается какой-то момент, чтобы само выразиться, да? И в процессе исполнения он должен показать себя все, что он чувствует, выразить свои эмоции, свои чувства. Вот и в нашей стране кто блюз слушает? В основном какая аудитория приходит в концерты? В основном, конечно, аудитория, ну, в общем-то, за 30 люди, да? То есть в основном люди, которые уже отошли от каких-то таких молодежных стилей и больше предпочитают, в общем-то, такую более серьезную, вдумчивую музыку. Джаз, блюз – это, в общем-то, достаточно серьезная музыка. А бывают какие-то смешные истории, казусы на концертах, которые потом вы, собравшись в компании, ну, вспоминаете и от души смеетесь? Ну, в общем-то, да, бывают такие ситуации, что, в общем-то, публика очень неадекватно воспринимает некоторые кавер-версии. То есть как-то, например, вещь известная, и как бы узнается, она не сразу. То есть вот такие бывают ситуации. Слушай, я тебя совсем заболтала, а блины наши остывают. Давай хотя бы мы еще разок… С удовольствием. …поедим и откусим от блинчика. Саша, ну вот, Коля, у нас программа кулинарная, мы говорим о еде, о приготовлении пищи, знакомься с новыми фирменными рецептами тех гостей, которые сегодня приходят в студию. Ты вообще домашний человек, ты любишь есть дома или ты предпочитаешь пищу покупную, либо то, что готовят в ресторанах или кафе? Вообще по настроению. Я, в принципе, люблю очень дома поесть, потому что меня очень хорошо готовит девушка моя. Вот, и, в принципе, я могу и сходить куда-нибудь. У меня есть какие-то любимые места. А вот с ребятами, с друзьями куда-то ходите? Да, я люблю итальянскую кухню, вот, очень люблю итальянские рестораны. Если не секрет, что это за место в Москве, вот, где ты пробуешь? Нет, не секрет, это… …таленскую кухню. Ресторан Таратуре на Пуссоёзной улице. Кстати, я там тоже частенько бываю. Классное место на самом деле. Наша беседа движется вперёд, и я всё-таки, помимо того, что мы говорим о еде, я хочу ещё помочь тебе на тему блюза. Ты сам первый раз, когда услышал блюз, и вообще, как выглядело это знакомство? Первый раз я учился ещё в школе, наверное. Я организовал группу, мы выступали по каким-то школам. Ну, в общем, как обычно это начинается. Вот, потом судьба меня свела с очень хорошим человеком. Это Борис Булкин, который, в общем-то, начинал ещё с Андреем Макаревичем. Они играли блюз. Может быть, это для кого-то будет какой-то сюрприз. Но это на самом деле так. Макаревич играл тоже блюз, тоже кайвер-версию. И только потом у него появилась группа «Машина времени». И вот я очень много общался с Борисом, и как раз он меня склонил именно к этой музыке. То есть наставники были серьёзные у тебя? Да, наставники опытные, серьёзные. Те площадки, на которых вы выступаете, чем они вам нравятся, и есть ли плюсы, есть ли минусы у них? Ты знаешь, Рит, я очень люблю небольшие клубные заведения, люблю приглашать туда друзей, чтобы была такая уютная обстановка. То есть есть свои определённые требования? Да, и в то же время я люблю большие залы. Вот тогда мы выступали в Центральном доме художника. Вот, то есть, в общем-то, во всем месте свои плюсы, свои минусы. И в продолжении беседы я предлагаю послушать блюз. Ты захватил сегодня гитару, и это будет небольшой сюрприз для наших телезрителей. Что ты исполнишь сегодня? С большим удовольствием. Я исполню песню, вот такая небольшая предыстория. Как говорят, блюз – это всё-таки грусть преимущественно, да? Праздная грусть. Ну, грусть бывает при расставании с любимой женщиной, например, да? Как правило, играет блюз. Расставание – это, в принципе, свобода, да? Свобода – это дорога. Дорога и блюз тоже, в общем, связаны между собой. Я хочу спеть очень старую песню. Её исполнял ещё Биби Кинг и сейчас исполняет. Называется «Key to the Highway» – «Ключ от Магистрали». Послушаем. С удовольствием. С удовольствием. Играет музыка 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 Дома и на концерте. Ты купил в Россию? Да, в Россию купил. Это дорогущая вещь? Достаточно дорогая. Сколько она стоит? Пусть это останется маленькой тайной. Да, пусть наши телезрители немного погадают, сколько же стоит вот такой красивый инструмент. Кстати, а для исполнения блюза нужны какие-то специальные гитары или нет? Ну, так как у нас есть гитара в нашей программе, да, у тебя сейчас что-то нужно специальное или любая подойдет? Нет, ну, блюз традиционно начинался именно с простых акустических гитар за 10 долларов, так называемых самых элементарных инструментов. Потом блюз развивался, стал электрифицироваться, то есть сейчас играет блюз на электрогитарах. Ну, в общем-то, играть можно на любом инструменте. Главное, чтобы было чувство, которое присуще для исполнителя блюза. Спасибо тебе большое, что пришел к нам в программу. С тобой было действительно интересно. И, честно говоря, ну, я что-то знала, конечно, о блюзе, но не так много. Ты мне лучше расскажи, мои блины тебе понравились или нет? Да, Рита, спасибо тебе большое за блины. Спасибо, что пригласила на эту прекрасную передачу. Мне очень было приятно. Спасибо тебе большое. Ну, и вам, конечно, спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нас. Возможно, записывали те рецепты, о которых мы сегодня говорили. Говорили много о блюзе, о том, откуда он взялся. Говорили о том, что из себя представляет блюз у нас в России. Ну и, конечно, завершали масленицу поеданием вкуснейших блинов. Большое вам спасибо и прощайте. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok